Глава шестнадцатая Мытьё в тазике совсем не так уж и печально. Кастрюля с водой на плите оставалась тёплой до того времени, которое вполне можно считать утром. Пока хватало плиты, но затопить печь и горячей воды будет хоть залейся, только успевай таскать из почищенной и наполненной до краёв бочки в сенях. Надо будет проверить починку на предмет ремонта выбитых кирпичей каменки в бане. Помимо возможности с удовольствием попариться, это ещё и дополнительное жильё, в котором можно кое-как перекантоваться, если что-то случится с домом. Рано-рано поутру пастушок туруруру, и коровки Влад ему замычали. Это не мой дом, и мало ли что с ним будет через год. Может придётся менять, или прятаться, или найду что-то лучше. А в стороне от домов, в укрытом месте, на стыке двух огородов, рядом с деревьями, камень был ровно на своём месте. Собственно и в игре портальные камни были расположены как раз так же на некотором расстоянии от мест основных событий. Стоит обдумать, а случайно ли я выбираю такие места, или это они меня притягивают? Как бы то ни было, но камень-колодец был установлен в отмостку, закрыт невидимостью, починкой, примазан грязью и проверен в ту же ночь, переходом в библиотеку и обратно. На этот раз я не стал искать приключений на собственную голову, мирно просидел в своём укрытии и всё время восстановление, а потом богатырским усилием подхватил и перенёс практически весь свой скарб. От колодца перетаскивать пришлось четыре захода с отдыхом, но, наконец, у меня было что-то кроме купленной у хозяйки картошки, и пусть без горючего, но всё-таки свой генератор. Ещё бы знать, что к нему подключать. В доме из электрических приборов остались только лампочки. Даже холодильник давно приспособлен под шкаф. Видимо, когда провода оборвали, хозяйка перешла на дореволюционное ведение хозяйства, оставив мне в наследство две вполне рабочие керосиновые лампы и что-то вроде выложенной кирпичами ямы ледника в подполе. Незаметно практически все необходимые работы были выполнены. Починка сумела восстановить стёкла из-за обломков. Не сразу, пришлось подумать. Просто свалить в кучу осколки разбитых стёкол оказалось мало. Надо ещё и сложить их более-менее похоже. Лишь тогда осколки засветились, поползли друг дружке и слились, подёргиваясь в целый лист, без каких-либо трещин и царапин. Чистый, кстати, до скрипа. Можно будет и на мытье сэкономить. Вынул, разбил, починил, вставил – чистое. Жаль, не удалось замерить вес и толщину изначальных обломков и получившегося в результате единого полотна. Просто нечем. Ничего. Зима длинная. Этот вопрос я ещё изучу. Неожиданным результатом окончания хлопот стала скука. Конечно, оставались ещё эксперименты. Было бы неплохо раздобыть камеру, измерительные приборы и вплотную заняться изучением своих способностей. Но заниматься этим постоянно слишком смахивает на одержимость, а там недалеко и до безумия. Не хочу. У меня всегда под рукой были развлечения. В библиотеке комп и книги, в курьерской беготне – люди, работа и планшет. Теперь я старательно растягивал даже занятия по изучению игровых сайтов, чтобы подольше хватило. Вот и сейчас, отложив планшет и выглянув в окно, засобирался. Кролики ждут. Пальцы, давление, обказ, проверка эффектов, список запоминаний на полтора часа. Решил, что безопасность с безопасностью, но защиты мне пока не понадобятся. Тем более, что и непонятен эффект от них. Так что только видеть невидимое, видеть магию, определение наклонностей, полет, невидимость, мигание. Угли в плите пригасли. Вьюшку закрыл. Дверь запер. На плечо сумку с самыми толстыми колесами, чтобы не вязли в уже подмороженной, но все еще липкой грязи. Можно идти. Не удержавшись, дорогу до села я пробежал, периодически подпрыгивая. С одного раза перемахнуть овраг не удалось. Приземлился, чуть-чуть не долетев, прямо в грязь. Ну а следующий прыжок вынес меня через обрывчик наверх. Потом еще прыжок, еще. Интересно, а та налипшая грязь, что с меня осыпается в прыжках, она видна? И как это все выглядит? Я привидение дикое, но симпатичное? В результате настроение поднялось настолько, что я даже не расстроился, узнав, что старик, у которого я собирался купить двух кролей, куда-то уехал. У тетки тоже все было тихо. Пока я стучал дождал, из соседнего дома вышла пожилая женщина, помахала мне. Михалыч! Михалыч! Как же я там? Тома, Тая, забыл напрочь. Он самый. А где Марина Степановна? Уехала в город. С утра позвонила, с дочерью беда какая-то, в больницу положили. Муж с ней, а к детям Марину брат повез. С утра? А девять часов уже не утро? Брат, надо полагать, тот самый мужик кроликовод. Хорошо, понял. Спасибо, что передали. Не в курсе, у кого тут можно кролика купить? Оказалось, что у нее и можно. Только кролик староват будет. Мне, похоже, спихвили не ликвид. Ничего, сгодится. Но раз уж я в деревне, то почему бы мне не добежать до границы штата? Горючки надо, канистру или две. Раз тетка уехала, то подзаряжать планшет удастся только в конторе. Не хочу напрашиваться в гости к людям ради розетки. Можно, конечно, в Гнеденск и вратами уйти, но это было бы неразумно, потому что слишком быстро. И, кстати, врата – это не только туда. Это еще и способ эвакуации, который нужно беречь. Тем более, что следить вокруг разрушенной церкви, опять же, не стоит. Впредь буду убирать такие места для камней, в которые никто не ходит и вокруг которых не наследишь. Отвязаться от тетки оказалось довольно сложно. Меня попытались заманить в дом обещанием свежего молока, рассказов и пирогов с домашним тутошным вареньем. Он говорил со спешкой. Когда вышел из дому, то сразу наложил невидимость и оказался прав. Тетка тут же проверила, действительно ли я иду к трассе. Недоуменно завертела головой, не видя никого на прямой и пустынной улице. Чего она меня к себе тянет? Мужа у нее нет, что ли? Или слухов не боится? Или наоборот, она тут основная сплетница? Как в деревне все сложно. В городе встретился и забыл. А здесь всегда на виду. Надо думать, рассчитывать. Снова забег. Прыгал я почти задумчиво, размышляя, что и в каком порядке надо проверять на кроли. Конечно, стрелы. Затем защиты. На неживое они не накладываются. Вот и проверю, как они защитят от, к примеру, тех же стрел или ударов палкой. Затем... Черт. Жалко кролика. Но что поделать. На людях все это не попробовать. А знать свои силы жизненно необходимо. Еще бы камеру хорошую найти. И ноутбук с какой-нибудь программой обработки изображения. Можно было бы поставить кое-какие эксперименты. Да и интересно знать, как все это магичение со стороны выглядит. Все слишком непонятно. Раз теперь у меня есть дом, то надо сесть, подумать, построить таблицу, искать закономерности, выявить опасные места до того, как они меня по голове не стукнут. К примеру, я так и не придумал, что можно искать при помощи найти предмет. Ведь с учетом игровых особенностей надо знать, что именно ищешь. К тому же снова надо определяться, что такое зона в реальной жизни. А то, если я решу искать монета, и в мою бедную голову вывалится вся информация обо всех монетах на планете, то эта самая бедная, но глупая голова лопнет нафиг. Тренироваться надо. Опознание использовать сразу, как восстановиться. Привыкать. И вот еще. Что значит умение палиться 99%? Таланты консервы не давали спокойно спать. Не сам же он учился так мечом махать. Значит, из игр можно взять и завязанные на магию немагические умения. Бедный кролик. Точнее, бедные минимум 4 кролика. Экспериментов много. Остановка на соединяющей два рая центра дороги была только с одной стороны. Напротив только столб с табличкой. Экономия. Если верить расписанию, то через 22 минуты сюда приедет автобус. Если верить жизненному опыту, то он приедет через час. Ничего. Мне оба варианта годятся. Пока я размышлял, стоит ли снимать невидимость, к остановке подошла женщина, устроилась на бетонной скаме с торчавшими кусками арматуры и завертела головой. Вот и объект исследований. На тень, которую я отбрасывал на нее и рядом, внимания она не обратила. На поднесенную к одному глазу руку тоже. Видимо, картинка в мозгу как-то компенсировала закрытые невидимой, но непрозрачной помехой части. Аккуратно поставил обе ладони перед глазами. Завертела головой. Потерла лоб. На звук подкинутого ударом ноги осколка стекла обернулась, но ничего не заметила. Еще одно подтверждение тому, что моя невидимость психологическая, а не физическая. Где бы найти какие-то датчики, срабатывающие на изображение, фотоэлементы и что я собственно хочу выяснить. Ну, к примеру, стоит ли мне бояться автоматических установок, совмещенных с пулеметом. Читал я где-то страшилку, что беглых зэков таги ищут при помощи установленных на вертолетах совмещенных с прицелом инфракрасных датчиков и прямо сверху из пулеметов расстреливают. Могут ли на меня выпустить, к примеру, беспилотник? Заметить меня машина отреагирует? Должна, наверное. Мимо проезжали редкие машины. Никто на остановке, видя ожидающую женщину, не притормаживал. Глубокая лужа, как раз рядом с павильоном, наоборот, заставляла тех, кто повежливее, объезжать ее ближе к центру дороги. Женщина ждала. Я скучал, встав метров в десяти. Машины ехали. Нарочно так получилось, или само собой, но остановка на съезде оказалась как раз посередине между двух невысоких гряд с лесополосами поверху, и увидеть идущий автобус можно было только метров за пятьсот, когда он перевалит ближайший холм. Да чтоб тебя! Специально весь сделал, гадюка! Резкий поток холодных брызг вывел из раздумья, заставив сосредоточиться на происходящем. Мимо пролетела зеленая легковушка с тонированными стеклами. Почти сразу за ней ехала тентованная газель. Легковушка действительно выходила из маневра, чертя мокрыми следами дорожку от лужи обратно на свою сторону дороги. Ну вот и шанс проверить автонаведение заклинаний. Замри! Ни указывающего пальца, ни взгляда на конкретную цель, только расфокусировано вслед машине. Но легковушка плавно продолжила свой поворот, через пятьдесят метров резко вильнув и улетев к обочине. Наверное, сидевший рядом с замеревшим водителем пассажир успел дернуть руль, что не спасло, впрочем, машину от переворачивания на бок, затем на крышу и долгого скольжения подскрежет металла. Наконец легковушка замерла, аккуратно, словно нарочно, сколькнув с дороги в кювет. Ой, что это они? Газель резко затормозила, остановилась на обочине рядом с легковушкой, у которой уже кто-то изнутри открывал, пиная ногой заглянившую дверь. Пойду-ка я посмотрю на дело своих рук. Или, правильно сказать, своих глаз, своих мозгов. Из газели выскочили двое мужиков. Один, наконец, выбрался из легковушки. Тут же полез обратно, рывками вытащил водителя. Лысый! Мля! Мужики, он не двигается! Остановившись метров в двадцати, я удивился своей отмороженности, но все равно с интересом наблюдал за происходящим. Мечта всей жизни. Можно удовлетворять любопытство совершенно безопасно. Лысый, видимо водитель, в которого попало мое оцепенение, лежал как манекен, выставив перед собой руки и чуть согнув ноги, словно сидел за рулем. Не точно так же, но очень похоже. Кстати, и в самом деле бритый нагло, как браток из девяностых. Спохватившись, я посмотрел на часы. Если мои расчеты верны, то неподвижность продлится минуты четыре еще. Видимых повреждений не было, разве что кости сломал. Кожаный. Оба ехавших в ликовушке были в похожих кожаных куртках. Что-то возбужденно объяснял флегматичному усатому пассажиру грузовика. Тот кивал. Стоявшего в сторонке и рассматривающего перевернутую машину водителя газели, подумав, решил называть длинным. Близко не подходил, так что слышал лишь отрывки фраз и наиболее экспрессивные выражения. Через четыре с половиной минуты тормошения, растирания и легких пинков, наконец, зашевелился оцепенелый любитель проехать по лужам и сразу выдал длинную, абсолютно непристойную тираду, посвященную не своим переживаниям, а тому, что его друзья прогнали три остановившихся за это время машины. Видимо, в оцепенении он все происходящее вокруг себя прекрасно понимал и теперь его злило, что они остались четвером на одну не очень просторную кабину фургона. Заскучав, я пошел на остановку. Женщина уже куда-то исчезла. Уехала или ушла. За пять минут вполне можно и пешком уйти от такой неприятной компании. Так что я с удобством присел на скамью, выбрав место, где выступавшая арматура не так явственно выступала. Мужики вились вокруг перевернутой машины, но попытки ее поставить на колеса ни к чему не привели. Через десять минут стоявший в сторонке лысый скомандовал. Хватит. И все с облегчением отступились. Мда, за облитую холодной ноябрьской водичкой селянку месть получилась немного чересчур. Как минимум стекла и менять придется. И у кожаного рука сильно ушиблена, постоянно морщится. Надо смотреть внимательнее вокруг. Я же не видим. Пройдет еще автобус, как мимо пустого места. Обидно будет. Только как быть с этой компанией? Может, ну его? Пойду домой. К ролику у Тома Таи заберу. Хотя можно и подождать. Жаль, нет мобильного. К остановке подходили двое кожаных. За ними разворачивалась газель. Из подъехавшей машины вышел усатый, тут же присоединившийся к обсуждению каких-то дел. Водитель оставался в работавшей на холостом ходу машине. Мимо проехал КАМАЗ, притормозив у перевернутой машины. Еще через минуту две легковушки сразу. Но внимания компании они не привлекли. О, смотри! Лысый кивнул, соглашаясь. Подойдет. Давай. Видимо, они договорились заранее, и сейчас водитель газели развернул машину поперек дороги в десяти метрах от остановки, заставив подъезжавшую иномарку затормозить и остановиться. Судя по кольцам на радиаторе, это была Ауди. Светло-серая, в варианте... Никогда не мог запомнить, как это называется. Хэтчбэк? Бэк сзади? Хэтч-люк, да? Или нет? И грязноватая по погоде. Объехать Ауди не получалось. Фургон перекрывал всю дорогу, а съезжать в канаву здесь, в низине, значит гарантированно посадить машину в грязь. Машина затормозила и остановилась. Окно водительской двери поползло вниз. За рулем сидел мужик в зеленой ветровке и смешной шляпе. Такую я видел на фотке, в какой-то книге о туристических слетах 70-х. Кроме туриста, в машине никого не было, только сумки навалены на заднем сиденье. Черт, придется мужику помогать, раз уж заварил всю эту кашу. Четыре оцепенения потратить или хватит пары, чтобы испугались. Заодно проверю, как заклинания ищут неопределенную цель. Буду просто в их сторону кастовать. Эй, помощь нужна, вылазь! Что случилось? Водитель говорил в окно, опустив стекло и не выходя из машины. Слушай, такое дело, нам машина нужна. Турист осмотрел дорогу и говоривших. Все четверо сейчас стояли рядом, переглядываясь. Мобильник не берет разве? Вызывайте аварийку. Моей шестеркой вам не помочь, если уж газелю не вытянули. Ты не понял, браток, нам машина, ну очень нужна. Главарь кивнул Лысому и тот картинным жестом расстегнул куртку, показал соткнутый за пояс пистолет. Ты тут на остановке посидишь, мы через часик вернем, даже день не заплатим. Усатый закивал, состроив комичную гримассу. Водитель газели развел руками. Так, нафиг эксперименты. Первым в отцепу Лысого. Еще мне тут стрельбы не хватало. Начнут менты приезжих обходить. К черту. Ты вон аж из столиц едешь. Отдохнешь. Турист быстро распахнул дверь, но не успели грабители двинуться к машине, как он откуда-то из-под потолка вытащил ружье. Короткое и с длинным магазином. «Одошли от машины! Лечь на землю! Лицо вниз! Руки за голову!» «Попутал, урод! Да ты сейчас!» Договорить он не успел. Заряд картечи ударил его по лодыжкам. Смешно излохматив штанины, и мужик повалился на бок, закричав. Лысый метнулся в бок и присел, укрываясь за капотом газели, а турист почему-то не стал закрываться своей машиной. Наоборот. Быстро отскочил и пригнулся. Выстрел. Стоявший, замерев усатый, мотнул руками и упал спиной вперед. Выстрел. Два стекла у грузовика разлетелись. От остановки я видел, что согнувшийся там кожаный нервно дернулся, продолжая нашаривать что-то у себя за пазухой. Выстрел. Сразу второй. Попытавшийся убежать за остановку водитель газели, нырнул в канаву головой вперед и затих, выжидая или уже не в состоянии шуметь. Молчали и оставшиеся на дороге. На гребне справа быстро разворачивался какой-то жигуленок. Турист, стоя на колени, быстро переводил ствол с одной цели на другую. Лежавший на земле кожаный с подбыванием притянул к животу ноги, что-то прокричал неразборчиво. Выстрел. На дорогу плеснуло кровью и, кажется, мозгами. Водитель легковушки, держа оружие на готове, быстро пригнулся, посмотрел за чем-то под газель и аккуратными короткими шажками пошел как-то боком к ней. «Эй ты, мудила! Нам только тачка нужна была! Хули ты стрелять начал, урод!» Турист молчал. «Давай валя отсюда, сволочь! Обещаю, что стрелять не буду!» Турист еще сдвинулся в сторону, замер. Мне было видно, что стоявший на колени за колесом газели кожаный смотрит в другую сторону, выставив перед собой пистолет. Потом до него дошло, что с этой стороны капот фургона прикрывает только его торс, оставляя на виду ноги. Он отполз спиной вперед, заерзал, пытаясь укрыться за колесом целиком. «Серьезно! Нахрен ты нам не нужен! Уй, обвыгнида! А то пристрелю!» На последних словах его голос сорвался. Стенка остановки и полуразвернутая газель закрывали от меня туриста. Я, замерев, ждал развязки. «Эй, пацаны, вы как там?» Кожаный прислушался, ругнулся, завертел головой. Видимо, он до последнего момента ничего так и не понял, уткнувшись после выстрела в колесо лицом и почти обняв его. Турист рисковать не стал. Выстрелив еще раз, отчего тело кожаного только плотнее обняло колесо и лишь потом вышел из-за фургона. Обвел стволом всех лежащих, всех убитых. Затем быстро сел за руль газели, сдал назад, отчего она ушла в кювет задними колесами. За окошком Ауди кто-то шевельнулся. Сначала мне показалась собака, но спустя несколько мгновений, ошалевший от происходящего мозг, выдал реальную картинку. Мальчик, лет восьми, джинсовые курточки, смотрит в окно. На меня. Он меня видит? Маг? Я медленно поднял руку и приложил палец к губам. Молчок. Мальчишка печально кивнул и опустился обратно на пол Ауди. Мужик, выйдя из-за газели, боком, не теряя из виду лежащего в канаве, прошел к своей машине. Что-то тихо сказал внутрь, сел, не закрыв двери. Машина, как ни в чем не бывало, оттронулась с места. Без пробуксовки, без визга, без дымящихся на асфальте следов. Спустя минуту Ауди перевалила через гряду и скрылась из вида. Я сидел, боясь шевельнуться. Все произошло настолько быстро, что это слишком быстро. И я хотел ему помогать. Пальцы чуть подрагивали. Привыкаю? Наверное. На разломе я морально готовился и был примерно в курсе того, что может произойти. К тому же там все было понарошку, а сейчас все всерьез. Вроде нормальные люди, такие же, как те, что вокруг меня всегда, и вот уже они мертвые. Магия ж магия. Восемь выстрелов из обычного дробевика и четыре трупа. Ну, три с половиной. Этот уже доходит. Я встал и присмотрелся к пытающемуся ползти по канаве в сторону остановки мужика. С дороги не увидать, а отсюда вполне. Нормальное лицо, ничуть не злодейское, только рот и подбородок в крови. Понадобилась им машина, остановили, оказались не готовы. И умирает, ничуть не трагично. Просто дышит тяжело и безуспешно пытается выползти из лужи на дне. Даже не видно, куда ему пуля прилетела. Или это картечь была? Нет, пуля, наверное. Картечь вон тому досталась с излохмаченными брюками и разваленной надвоей головой. Когда в одной со мной палате умирал молодой парень, было гораздо страшнее. Он умирал от того же, от чего и мне светило вскоре. Умирал долго, с хрипами, с вызовом в реанимацию и возвращением обратно. С временными прояснениями и новыми приступами, так похожими на мои. И когда он затих наконец, это было наполовину облегчением для меня, а наполовину указанием. Жди. Ты умрешь так же. Но док предложил ферритиновую программу, она сработала, и я не умер. Тогда не умер, потом тоже не умер. Все жду, а оно никак. Мужик перестал хрипеть, вытянул ногу и затих. Я, не торопясь, подошел к покойнику, посмотрел вокруг, присел. Лежащего ничком легко переворачивать, тем более, если он не сопротивляется. Пистолет был у того, что прятался за газелью, а у этого в кармане нашелся только дешевый ножик-выкидушка. Паспорт, мелочь, мобильник. Усатого убило на повал. Грудь была залита пропитавшей одежду кровью. Тоже ножик, ключи, бумажник. От густой вони меня не мутило. Казалось бы, бумажная крыса с богатой фантазией, но крови я никогда не боялся. Было просто противно. Особенно, когда обшаривал стриженого. И у того неприятно отвис кусок разорванной щеки, показав неправильное крошево зубов. Лежавшего у газели пришлось переворачивать, но под курткой не нашлось ничего, только пачечка купюр в брючном кармане, бумажки и две связки ключей. В стороне лежал пистолет. Уже догадываясь, я подобрал его и вытащил обойму. Патроны ничуть не напоминали поэмовские. Шарики-пуль целиком в гильзе. Ни хрена это не бандиты. Просто местное хулиганье, решившее поиграть в крутых и напоровшееся на стрелка. Травматик, ножи. Зачем этим ослам понадобилось оружием угрожать? Хотя они, наверное, не ожидали, что могут ответить так быстро и так резко. Пока я ошнуровывал тент газели, мимо проехала старая Волга. Водитель напряженно смотрел на тела, но сидевшая рядом женщина чуть не била его, размахивая руками и панукая не останавливаться. В фургоне было пусто. Картонки, деревянный поддон, грязное ведро, какие-то веревки. Получается, они хотели забрать машину только из-за того, что не захотелось одного сажать в кузов? Ну да, там ехать неудобно, наверное. Или им машина еще для чего-то нужна? Выбирали ведь, не первую остановили. Денег для крупной закупки я не нашел. Куда они спешили? День вопросов. Нет, неделя. Сплошные вопросы. Жизнь изменилась. Некому объяснить, что теперь как. Не у кого спросить. И интернет не работает. Обойдя лежавших на дороге, я, пересчитав деньги, вытер платком травматик, сотовое и ножи. Бросил их в кабину газели. Спохватился. Достал пистолет обратно. Убийство с целью ограбления. Раз ни у кого нет денег и пистолет забрали. Или оставить. Типа они что-то ценное везли. Тогда мобильники надо взять. Один понтовый смартфон. Мне такой не по карману. Я снова кинул пистолет по сиденьям. Затем прошел ко все еще лежавшей вверх ногами легковушке, выбирая ключ из найденных. В багажнике, как и ожидал, оказалась канистра, жестко закрепленная сбоку. Вынимая, никак не мог отделаться от ощущения, что это какой-то замысловатый квест. Спровоцировать дорожные побоища, после проверить трупы на добычу. Получено 7 тысяч рублей и 20-литровая канистра с бензином. Я ведь за ним в Ненинск ехать собрался. Видимо, добираться в район придется после полудня вратами. Тут на остановке ждать не стоит, да и канистру надо отвезти. Голова вот только кружится. Хорошо, что руки не дрожат.